приветствую вас друзья четверг 27 апреля на моем канале мы проводим небольшие эксперименты по контенту по его изменения поэтому сегодня будет некий такой дайджест по ключевым интересным историям которые происходят на финансовых рынках у меня к вам просьба досмотреть этот видеоролик до конца как бы это не было противно и написать в комментариях что вы думаете о новом формате и возможно что-нибудь туда бы привнесли новшество формата заключается не в том что мы пробегаемся по одним и тем же инструментом каждый день обращаем внимание на какие-то инструменты смотрим чем живет собственно горят этот инструмент и предполагаем что куда дальше двинется например сегодня мы разберем феномен генетика поговорим с вами про достаточно успешный отчет компании мета запрещенная в на российской территории российской федерации посмотрим на втб который в очередной раз старается выглядеть лучше чем они есть на самом деле ну и заденем нефтянку этот от нефти и вообще что происходит с ценами на нефть поехали второй день подряд и судя по всему не последний происходит какая-то дичь в акциях компании генетика которая совсем недавно провела вторичную айпи а по цене размещения чуть ниже 18 рублей за штуку буквально вчера акции компании пригвоздили к 25 рублям за штуку и целый день там проторговались а сегодня и вовсе 35 рублей за штуку и надо сказать что судя по стакану желающих продавать практически нет все хотят купить эту бумагу но почему что в ней волшебного чем она привлекает инвесторов беглый взгляд на карточку компания от финанс маркера говорит нам о том что ничего хорошего в компании нету по рсбу от год году компания снижается выручки и более того чистая прибыль вообще неизвестный такой термин для компании с 2020 года то есть компания нифига не умеет зарабатывать а если вы более глубоко погрузитесь в отчетность компании то поймете что там и особых перспектив то на самом деле тоже нету но почему же покупают а покупают просто потому что 80 процентов участников рынка это частные инвесторы до обычные физики которые они копают вообще никуда и я по опыту до человека который ведет блок на финансовую тему читая комментарии общаясь с другими людьми понимаешь что это именно так люди просто покупают потому что это попса а то что-то дермище как бы это вообще мало кого интересует они готовы покупать всякое говно в яркий пример недавний взлет акции компании в уж камаз на таких сомнительных отчетах блин не с того не сего взлетел а газпром продолжает оставаться народной бумагой несмотря на то что перспективы этой компании вообще туманны рынок эта компания в принципе по растеряла дано там чего-то договорилась китая на непонятных условиях по непонятным ценам и даже если там все будет шоколаде все равно это кратно не тот самый рынок который компания имела раньше поэтому инвестиционных перспектив в газпроме как минимум на данный момент вообще ни черта нету но это не мешает физикам брать и покупать эти бумаги по абсолютным ценам такой же феномен собственно говоря и в генетика но вы должны быть уверены в том что на этом и пио даже если вы даже если вам удалось купить по 18 рублей за штуку я вас уверяю по-настоящему зарабатывает только лишь генетика и цель проведения айпио это не какая-то там публичность а латание собственных дыр давайте взглянем элементарно на вот этот столбик это прибыли и убытки вот пожалуйста за все существование компании сложите прибыли и убытки и у вас получится общий убыток сто семьдесят шесть миллионов рублей а айпио напомню то самое пио который произошел совсем недавно собрало сто семьдесят восемь миллионов рублей что делать я считаю что ни в коем случае не стоит принимать участие во всем этом безобразие это безобразие когда-нибудь закончится однозначно зная законы рынке она закончится именно тогда когда вы купите эту бумагу ну а мы пока обратимся к не нашим компаниям акции компании мета которая запрещена на территории российской федерации взлетела на 12 процентов вчера на вечерке и в какой-то степени это было вполне оправданно потому что отчет который опубликовала эта компания оказалась выше чем все ожидания но имеется виду по всем абсолютно позициями что важно это то что компания восстанавливает рекламный бизнес в этом плане у них все на самом деле замечательно помните раньше они жаловались и то на ios 15 то на ковид то на общую депрессию так сказать рекламодателей в общем все они было плохо сейчас они говорят о том что видно наконец-то таки свет в конце тоннеля мы эту ситуацию исправляем что ж замечательно только почему-то в отчете компании мета нету ничего про надвигающуюся рецессию которая обычно сопровождается снижением рекламных бюджетов а значит снижением и потенциальной выручки для компании мета то есть другими словами да свет в конце тоннеля видно но похоже что за этим светом еще очередной тоннель что делать с акциями этой компании сливать докупать на провалах либо оставлять это мы очень четко обсуждаем в рамках нашего клуба есть там более глубокий отчет разбор отчета мета платформ с кстати как и других компаний которые тоже имеют на наш взгляд перспективу в описании к этому видеоролику а также в правом верхнем углу вы найдете ссылку которая позволит вам ознакомиться с нашим клубом оформить туда подписку получить доступ абсолютно ко всем материалам сразу ну а на российском рынке вновь появляется ощущение того что в тб не такой уж и дерьмище совсем недавно они опубликовали отчет за первый квартал 2023 года согласно которому чистая прибыль составила 146 и 7 миллиардов рублей правда зачета ни черта не понятно откуда взяты эти деньги каким образом собственно зарабатывает это этот банк но мы все примерно представляем что такое возможно и примерно представляем на чем конкретно не зарабатывают но они уже успели нам сообщить о том что оказывается это рекордный квартальный показатель и вообще не очень-очень сильные и все это позволило вернуть веру в акции вот и б они стали расти и находятся сейчас на позитивные нотки и опять же таки физики которые забыли что буквально в начале этого месяца тот же самый в тб говорила о том что дивидендов не будет о том что денег у компании таки на самом деле реально проблемы что было дополнительное размещение будет еще дополнительно размещения спин надо будет мы проведем еще дополнительное размещение а по собординированным облигациям вообще можем ничего не выплатить потому что проблема это деньги которые нам надо решать но эта риторика ни черта не напугал ну нет на самом деле она напугала вот буквально там 6 апреля состоялся падение в акциях компании втб произошло буквально 8 процентов но сейчас от этого не осталось и следа наш российский инвестор продолжает верить в то что у втб тоже возможно есть какое-то светлое будущее и эта компания позаботиться об акционерах еще одна интересная история на которой бы я хотел обратить ваше внимание это компания fix price сегодня они отчитали за первый квартал 2023 года надо отметить что fix price работает в таком ценовом сегменте что это еще не жесткий дискаунтер не дискаунтер в принципе но уже не уровень типа обычной пятерки что-то между между этими ценовыми сегментами почему это важно сейчас потому что все ритейлы в принципе отмечает что потребительская модель смещается в сторону дискаунтеров жесткого дискаунтер теперь гипермаркет и вообще мало кого интересует всю эту историю кстати говоря мы разбираем очень четко в отчете с видео комментариями краски в нашем клубе finprofit.club еще один повод стать подписчиком на всю эту историю но если коротко именно для этого x5 retail group развивает такую сеть как чижик а карусель вообще нафиг позабыл в магните развивается сеть в один или выбор один это тоже жесткие дискаунтеры совсем недавно читала сто лента которая по большому счету страдает от того что она не перешла на формат жесткого дискаунтера теперь у нее на это нету никаких на хрен денег и что мы сами видим по фикс прайсу мы видим что фикс прайс тоже на самом деле страдает у них до выручка выросла на 5 и 2 процента а значит но динамика лайк-фу-лайк продажи снизилась на 5 и 1 процент к сожалению я не увидел в отчете причины почему случилось такое снижение лайк-фу-лайк но то что они ссылаются на эффект высокой базы прошлого года примерно на то же самое ссылалось и ленты говорит о том что у них снижается средний чек и это достаточно фигово для компании потому что в пятерке средний чек вырос трафик в пятерке вырос и это вообще в принципе в пятерочке они все чижик поэтому перспектив по акциям фикс прайс не так уж и много как мне кажется сейчас они торгуются 359 какой-то такой вот средний кину нет причин для сильных падений но и отчет который они опубликовали нельзя назвать каким-то супер супер успешным поэтому ритейл хоть и является как мы учим да в наших семинарах такой защиты от инфляции но фикс прайс как нам кажется не самый лучший выбор в этом вопросе стоит ли обращать внимание на акции нефтяников сегодня например тот нефт получил пинок под зад и акции и полетели вверх а все благодаря объявленным или нет рекомендованным дивидендам они составили за четвертый квартал 27 рублей 71 копейку и это лучшее ожидание в 21 рубль 90 копеек кстати говоря перед вами значит мой телеграм-канал куда я скидываю подобную информацию и даю некоторые комментарии так что если хотите получать подобную информацию более оперативном формате подписывайтесь ссылка в описании в правом верхнем углу и на экране вы тоже сможете видеть название этого канала ну что сказать акции так нефти конечно выглядит достаточно неплохо растут растут если так можно сказать уверенно с февраля 2023 года и откровенно говоря выросли уже на солидные 32 процента но на наш на мой взгляд перспектива вот от нефти не такие уж и большие во первых очень большая так сказать заинтересованность именно в тарстане там большие вопросы в принципе то есть если среди всех нефтяников брать тот от нефти достаточно мутная компания ну а во вторых на чем мы блин тут растем на падающий в цене нефти или на то что скидка на нефть марк юрлс искусственно занижается а налоговая нагрузка растет откровенно говоря очень большие туманные перспективы на мой взгляд есть в нашей нефтянке пока она растет в принципе также какие генетика вот но когда-то это закончится и скорее всего тогда когда вы купите ну а если обратить внимание непосредственно на цен на нефть а то они снижаются бренд по склейке вернулась к уровню 80-72 в прямом эфире рынке итоги который состоялся в минувшую пятницу мы допускали падение я проговаривал что есть подозрение что россия не производит никакого снижения не производит никого сокращения объемов добычи нефти кстати совсем недавно росстат не опубликовал данные по добыче нефти в россии реально похоже они скрывают что блин никакого сокращения де-факто нету опек плюс в принципе допускали что снижение цен произойдет снижение цен произошло будет ли она дальше можно предполагать что нет все-таки спрос здесь где-то должен быть но здесь должно быть но ни в коем случае не стоит думать что обновление минимумов невозможно поэтому если вы примете решение покупать нефть то сделайте так чтобы обновление минимумов не выбило вас по моржин колу либо еще куда-то там что касается других инструментов например европейская валюта к доллару сша здесь на самом деле все мутно никаких важных публикаций нету которые бы изменили текущее настроение они сейчас такая вы что рынке попросту ждут каких-то новых вводных данных кто же будет закручивать гайк сильнее федеральной резервной системы сша или европейский центральный банк сегодня будут опубликованы данные по ввп сша возможно у нас будет какой-то намек но скорее всего все банально мы ждем начало мая мы ждем значит решение по ставке фрс сша риторику ждем мы ждем европейский центральный банк в общем рынке состояние ожидания поэтому говорить там о том куда пойдем евро доллару ну пока вообще не приходится все ждут и нам надо с вами ждать на этом все если понравилось не забывать ставят лайк как и просил вас напишите пару слов о таком формате и до скорого пока